Утро действительно доброе, даже с хмурой погодой, если ты его встречаешь в Ортоке. Первый раз я здесь прям с утра пораньше. Тут вот мое любимое здание для выставок всяких. Ну, не только там выставки, но и для перфомансов, мероприятия различные проходят. Наверное, первый раз я вижу настолько малолюдно здесь людей, как это назвать правильно. С той стороны, где возле Ортоке сидят, возле за вот этой мечети, в общем. За ней уже там сесть негде, конечно, уже все, людей очень много. Здесь уже вот у нас с утра первые отходят туры по ботфору, часовые лодочки. Уже много туристов. Но сегодня выходной день, воскресенье, поэтому тут в принципе не может быть мало людей. Только в будние дни тут более-менее спокойно бывает. И то к вечеру всегда, часов после штырех дня, вот пришвартовывается корабль. Это тур, который уже, кстати, пох... А, нет, он никто не выходил. Значит, это свежий кораблик. Сейчас я вам засниму мостик, море, Босфор, романтика. Вот, сегодня уже с удочками с трапа раньше. Сейчас. А, этот просто чувак взялся за удочку сфотоваться. Это он не рыбачит, это он, дядьки, другие рыбачит. Вот он мостик. Вот он, послушайте, Стамбул. Сегодня, кстати, день рождения Татюрка, Байрам, поэтому некоторые дороги в Стамбуле перекрыты. И проблематичны в центре. Немного людей, поэтому, ну, на обычных дорогах движение затруднено. Вот дяденька рыбку ловит. Ну-ка, ну-ка, чё, пустая удочка пришла? Да, ничего не ловил. Действующая мечеть. Погода, конечно, хмурая. Вон, видите, какое затрудненное движение на мосту. Все стоят. О, какая огромная баржа плывет. Вот это. Вот она какая. Вы не знаете, высотой. Господи, она просто разрывает, разрезает вас фор. Боже, там на ней вон какие-то машины стоят. Она огромная. Вы где-нибудь такое видели, чтобы вот так вот собака возле сосисек лежала. Это я сейчас один сотрудник ларька, короче, принес сосиски ей в коробке, новые распечатала. Она не стала есть. Он ей высыпал под нос, и она просто отвернула свое, свое лицо, свою бороду от этих сосисек. Господи. Когда он ей принес сосиски, начал ей высыпать даже, типа, ешь, ешь, ей говорит. Она задрела ногу, типа, погладь мне пузо. Я не голодная. Я, конечно, в шоке от такого. Хочу еще прикол сказать, что вот тронтайки всякими с семитами, каштанами и кукурузой. Где-то есть за 5 лиры они стоят. Где-то они 3 тут же, прямо соседних углом, вот здесь на площади. Вот тут они за 3 продают, а он там за 4. Я, конечно, обалтела. Ну, еще, конечно, если спрашиваешь на турецком языке, то тебе называют реальную цену. Например, семит. Я, кстати, по-турецки спрашивала, сколько стоит он с начинкой 7,50. Мне сказали, хотя он просто там 2 лиры стоит. А в другом месте, ну, я обиделась, не стала покупать за такую цену в 3 раза дороже. Из принципа просто. Вот. В другом месте я спросила, сколько просто без чего-то там с Адесси. Они сказали, да, я благо 2 лиры. Ой, спасибо, с удовольствием купила. Короче, очень такие, конечно, если вы знаете, язык говорите по-турецки здесь. Сразу цены адекватные. Они прям так дружественные, не такая, как к туристам, а как-то так к родным, короче, относятся. Им приятно, когда на родном языке. Гребенцируем. Продолжение следует... Вот такое вот у нас осеннее настроение. Конец октября даже не верится. Плюс 20 градусов. Обычно, даже в том году, в прошлом, в это время, в октябре уже было холодно. Мы в кафе сидим тут. Приехали порелаксировать на море. Всем, у кого первые снега выпадают, в частности в Сибири, вот вам цветочков наших турецких, погоды нашей. Но не обольщайтесь, точнее не расстраивайтесь, скоро у нас это все закончится. Какие-то лысые пальмы тут, конечно, совсем на последнем издыхании. Это Вест Истамбул Марина. В Беликтузе мы тут часто бываем. Но так как теперь все здесь больше открывается ресторанов, очень много людей приезжают, мы сюда стали ездить реже, потому что очень много людей. Погулять вдоль пляжа бесценно. Мне еще здесь нравится, потому что здесь все новое. Новый ресторан, это все новая постройка. И здесь очень чисто, все еще аккуратно. Многие рестораны только-только открываются. В Беликтузе живет очень много русских. Тут даже центр нашей русской диаспоры. Поэтому русская речь встречается очень часто вокруг. Это кафе, ну как бы ресторан, типа, ну это паб Нордшилд. Здесь очень вкусные бургеры. Так, на будущее, если кто-то будет. Эта сеть по всему городу не есть. Может, кстати, в других городах, я не в курсе. Это типа ирландский паб Нордшилд. Какое большое кресло, типа, этот лежак большой. Ну это как бы фото цена на нем. Для тех, у кого в этом году не было отпуска, или очень сильно в него хочется. Шум волн. Порелаксируйте немножко. Вот мне, по сути, ничего особо не надо. Мне лишь бы шум моря был. Закрыть глаза, это он для меня вообще уже отдых. Улан acёнок. Спасибо. Субтитрыab Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok